И всем привет, ребят, с вами Стрел Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на обзоре пушка вулкан, которая была уже обнаблена у нас в игре буквально 2, может 3 дня назад. Сегодня мы рассмотрим ее, посмотрим насколько сильно она изменилась, если обращать внимание на то, что же поменялось в ней, то изменения у нас коснулись полета снарядов, они снижены на 100 метров в секунду, Ну и при этом критический урон вулкана был увеличен на 40 единиц, что максимальный, а не, минимальный на 20 единиц, то есть был урон у нас 22-44, стал 44-88, но я так понимаю при полной прокачке тогда у нас в 2 раза больше стал критический урон. Но при этом, если у нас снижена скорость полета снарядов, соответственно у нас снижена скорострельность нашего вулкана. По корпусу мы сегодня конечно же берем наш дефолтный Крусейдер, это та самая комбинация Крусейдера-Вулкан, которая мне очень и очень сильно импонирует, и я считаю, что это одна из самых удобных комбинаций для данной пушки. Ну и по дрону мы берем конечно же бустера, иммунитет от поджога на Крусейдера и адреналин на вулкана. Дефолтная, стандартная, хорошая комбинация, которая, я надеюсь, покажет нам максимальные кондиции нашего вооружения. Ну и главная, конечно, особенность понять, нагибает все так же вулкан или нет. Многие говорят, что на больших картах, на большом расстоянии, на вулкане теперь довольно тяжело попадать по оппоненту, хотя я, если честно, играя на нем особо изменений сильно не почувствовал. Да, может быть где-то за счет стрейфов у противника есть возможность теперь подсейвиться, но это не так сильно бьет по балансу этой замечательной пушки. Поэтому мы стараемся забирать, конечно же, первое место, запикиваемся уже в начатую катку, при том, что эта начатая катка уже, ну грубо говоря, половину свою прошла. Да, проигрываем на 15 киллов, ну и давайте попробуем камбэкнуть ее, если получится, то будет супер, у нашего первого игрока 21 килл на 3, я думаю, что такому игроку очень сильно хотелось бы, чтобы ему кто-то помог. И давайте будем стараться это делать, займем сейчас какую-нибудь более удобную и грамотную позицию, ну и будем накидывать как можно больше урона по оппоненту. Так же сосулькой будем стараться кого-нибудь уничтожать, я думал, если честно, что этот замечательный молодой человек даст мне овердрайв. О, выдал, нифига себе, как-то я полторы тысячи дал, нифига себе, ой-ой-ой-ой-ой, блин, под критами такой урон прям сочный. Так, у меня сразу есть уже сосуля, которую можно зарядить, куда заряжаем, у этого молодого человека будет за много, я думаю, что заряжать. По 200 урона с крита, блин, ну, что-то как-то очень, очень достойно. Так, давайте вот этому зарядим сосулечку, хотя можно было даже вот там по троим накидывать. Но неплохо, неплохо, неплохо. Я, если честно, особо сильно не замечаю то, что у нас пофигшена скорострельность. И, ну, я бы, наверное, даже поспорил с тем, нерв ли это или ап этой замечательной пушки. За счет повышенных критических уронов вы, получается, не так сильно страдаете против резиста от вулкана. А если вы не сильно страдаете от резиста от вулкана, ну, значит, вы можете спокойно конкурировать против любого вооружения, которое по вам может стараться накидывать урон. По поводу вулкана с прорезиненными снарядами, наверное, сегодня мы его обозревать не будем. Остановимся исключительно на дефолтном адреналине, потому что прорезинка не у каждого игрока есть. А адреналин все-таки это, ну, можно так сказать, дефолтное устройство, которое я лично привык использовать. И оно в общем доступе. Каждый из вас может его спокойно приобрести. Но по катке у нас 5 килов до сих пор отрыва у противника. Но я думаю, что мы этот отрыв сократим. Было бы неплохо все так же пушить вражеский спаун и накидывать. Но, по сути, по тикам я бы не сказал, что сильно заметно, что урона меньше там, либо то, что тиков меньше. Мне так почему-то кажется, что стандартный, дефолтный вулкан, еще и с повышенными критами. Да, может быть там в секунду по 2 трети к меньше, но за счет повышенного критического урона, мне кажется, что это компенсируется. И, как я уже сказал, критический урон это тот самый урон, который не чувствует резистор и порезу наносит максимальный урон. Я думаю, что это на 100% компенсируется и, по сути, вулкан у нас не поменялся. То есть, как была у нас имбовая хорошая пушка, так она имбовая и остается по сей день. Хоть и кто-то говорит, что на ней стало тяжелее играть. Я ей лично даже вот с нормальной дистанции наношу спокойно урон. И, ну, это, конечно, против нет летающих корпусов. Может, летающие корпуса бы за счет своих стрейфов могли бы уходить от моих выстрелов. Ну, а так, вроде как, пока криты летят, точно очень хороший и здравый урончик залетает. Ой, хорошую сосуличку зарядил на две кабины. Еще и третью чуть-чуть зацепил. Супер, 19 киллов у меня для такого боя. Мы уже ведем в плюс 15. Я очень сильно надеюсь, что наш тиммейт рад. Что у него подъехала неплохая команда. А то он тут тридцатку киллов на 4 шел. Еще и при этом проигрывал. 33 на 4. Вот это парень дает хорошо. А давайте наша задача будет обогнать его за эту катку. Успею я его, интересно, обогнать. Вроде как у него очков 300 было, когда я заходил. Сейчас отрыв 180. Три минуты у нас уже есть. Ну, главное самое, конечно, победа в такой катке. Второй бой, я думаю, что мы сыграем сейчас в контроле точек. Посмотрим его. Что там будет показывать вулкан. Ну, здесь вообще все идеально. Просто все идеально. То есть, ну, стандартный зажим. Все работает как часы. Единственная проблема вулкана в последнее время. Сейчас сделаем чуть потише звук. Что-то я вот слышу, что у нас вулкан очень сильно работает. Единственная проблема вулкана в последнее время, из-за чего я его стал брать намного-намного реже. Это то, что криты происходят. То есть, вы зажимаете пробел, происходит лаксерва. И срабатывает какая-то ошибка. И вы просто получаете критушечку и вылетаете из танков. У меня позавчера вроде как была такая ситуация. В бою было 149 килов. ТДМ. 149 килов. Остался 1 килл. Произошел лак. Я зажимал. В итоге меня выкинуло. И катка закончилась. Просто 1 кила не хватило. Вот настолько я победитель. Просто победитель. И все. И я улетел. Без бабосиков. Поэтому, если вы играете на вулкане, будьте очень сильно осторожны. С зажимами. И если происходит какой-то лак сервера, то отпускаете вулкана. Это, если честно, нужна такая прям конкретная привычка. Потому что, если вы особо много на вулкане не играете, вам будет очень тяжело отпустить, понять, что это лак. Я вот лично до сих пор, да, то есть, играю там на вулкане все равно. Не отпускаю и забываю. И потом хоп криты эти ловлю. И потом начинаю ругаться. И говорить, что это за бред такой. Что я зажимаю и мне вылетает. Поэтому. Это вот один из, наверное, самых главных минусов. Почему я лично не так часто играю на этой пушке. Но так, пушка и комбинация. Вообще, в целом, Крусейдер и Вулкан, она просто бомбическая. Мне очень сильно нравится. Она примитивная. Она очень простая. Ничего сверхъестественного здесь делать на ней не нужно. И вот это, наверное, одна из тех комбинаций, которую я советую ребятам. Которые спрашивают у меня, что взять. Что является сейчас в игре самым универсальным. На чем можно нагибать. На чем можно давать большое количество киллов. И без особых проблем. Так вот. Вот. Вот оно. Вот этот Крусейдер и Вулкан. Берете. Разваливаете. Уничтожаете. Без особых проблем. Вообще, все легко получается. И, тем временем, я уже сравнялся с первым местом. Зайдя в катку за 8 минут до конца, я сумел догнать первое место по киллам. В нашем бою. Это очень, очень хороший результат. Даже сумел его обогнать. Вот так вот. 40 киллов. 40 киллов. ТДМки. За 8 минут. И 9 тысяч кристаллов. Великолепный результат. Просто великолепный. И после этого мне скажет кто-то, что Вулкана занерфили. Реально Вулкана занерфили? Да не. Какой нерв? Вы чего? Какой может быть нерв пушки, если она может набивать такое большое количество киллов. При том, что это средняя карта. И там были даже киллы с нормальной дистанции. Ну, давайте попробуем еще одну каточку. Может быть, это просто была какая-то супер удачная. И сейчас будет все намного, намного тяжелее. И у нас не будет ничего здесь получаться. Быть может. Быть может что-то такое произойдет сейчас. А может и все будет так же. Само круто. Идеально. Залетать. И нерв будет нипочем абсолютно. Я, как и на Страйкере, да. То есть, на Страйкере я играю довольно много. И поэтому для меня было заметно то, что ракеты летят медленнее. А вот здесь, с Вулканом. О, запикивают на шикарную карту. И тоже начатое. Здесь, на Вулкане, в связи с тем, что я не играю на нем столь много. Я, честно, не могу сказать. Я не могу сказать, реально ли стал медленнее стрелять Вулкан. Реально ли пофиксили эту скорострельность. Реально ли выстрелы начали лететь медленнее. Я не могу сказать. Мне вот, как игроку, который не так часто играет на этой пушке, мне так кажется, что вообще ничего не произошло. Только криты больше стали. Но на самом деле, я думаю, что все-таки те ребята, которые играют на постоянной основе, на Вулкане, они заметили изменения. Заметили то, что он стал медленнее накидывать урончик. Но против резистов, мне с таким Вулканом стало более комфортно играть. Потому что вы спокойно наносите по противнику критические выстрелы. Ну и, соответственно, за счет этих критов спокойно можете его уничтожить. Ну да, вот видите, если противник начинает стрейфить, то уничтожить его уже становится потяжелее. Ну, без стрейфов. Ой, какие цифры шикарные вылетают. Просто по 250 в тик. Это так быстро улетает кабина у молодых людей. Но это очень сильно. Это очень сильно. Так, нужно сейчас где-нибудь овердрайв бы еще завязать. Где бы его только завязать. Здесь по диктатору, не диктатору мы и так можем слить. Довольно легко уничтожается. Где-нибудь на центрике. Мы, кстати, катку проигрываем. Нам было бы неплохо ее постараться камбэкнуть. Времени еще полным-полно. Захватываем точки. Стараемся камбэкать эту катку. Хочется сосулю куда-нибудь очень круто ссунуть. Но... Ой-ой-ой. По лаганному игроку вообще очень тяжело попасть. Сосулей. Давайте накидывать урон. Надеюсь на то, что сейчас наша команда будет... Вытягивать все это дело. 15 на 3 счет. 15 на 3. Я запикался. Вроде как 10 минут до конца было. Может чуть-чуть больше. 11 может каких. Пробуем, пробуем. Пробуем, смотрим, что у нас будет здесь получаться. Также один из очень хороших плюсов вулкана... Это то, что вы спокойнейшим образом контролируете аптечку противника. И если вы не переставая наносите по нему урон, максимум, сколько ему может дать аптека, это 1000. 1000 хп. Всего лишь 1000 хп. Это очень-очень мало. То есть, если, например, там танк средний, у него при полной прокачке 3000 хп, которые он может себе хильнуть. А он себе хилит только 1000. То есть, только треть он себе хилит. Соответственно, это тоже очень жесткая контр-пушка. Такая же, как, например, твинс. Которая на постоянной основе наносит урон. И тоже очень легко контрит аптеку противника. Поэтому, зачастую, я даже не прожимаю аптеку против, например, вулкана, твинсаясь. Он на постоянной наносит урон. Эта аптека все равно никакого плюса тебе особо не дает. Так, ну мы проигрываем. Мы проигрываем. 7,5 минут до конца. В принципе, камбэкнуть все это дело мы вместе с вами можем. Я надеюсь... Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо кучкуемся. А, понял. Услышал. С углами проблемы. Все, понял. Я думал, у меня сейчас автонаводка и полетит вниз. Если у меня подсвечивается танк противника, то, в принципе, и сосулья я думал, что туда полетит. А оказывается, сосулья не полетела. Ладно, на будущее буду знать. Давно не играл на Крусейдере. Бывают и такие пируэтики у нас. Но 25 килов, боже. Я этой катке могу 50 дать. По ощущениям. Бэн, там 4 противника в одном месте стоит. Ой-ой-ой. Туда бы как сосульку бы жмяхнуть. Ой, хорошо было бы. Овердрайв лежал на центре. Ну, мне на Крусейдере этот овердрайв и так быстро копится. Думаю, не так сильно важно его контролировать здесь. Так, ну, у нас забирают тиммейты точки. Очень хорошо. Сольем жигу. Резистов становится больше. Начинают брать резы от вулкана. Ну, бэн, конечно. Из резиста очень больно. Да даже с резистом больно. Даже по резисту уносит очень легко и просто. Вот это вулкан. Это вулкан, господа. Это вулканчик. Это конкретный вулканчик. 30 килов. 30 килов у меня. Походу за 5 минут 30 килов. Бэн, это нереальная пушка. Просто нереальная. Она просто нереальная. Мне прям очень сильно заходит. Мне прям очень сильно заходит. Осталось только выиграть катку. Если мы сейчас выиграем, то будет все идеально. Если сольем. Но тогда не все так круто. 4 резиста от вулкана по 50. Но пару человек я точно не чувствую с резом. Как будто у них и нет этого резиста. Изида пушит. Всех троих закоцал. Но ни одного не слил, к сожалению. Еще и противник контролирует все 3 точки. А у меня вроде как команда должна быть хорошая. Должна вроде как накидывать. Очень неплохо. Но почему-то пока что не получается у нас тянуть. Не получается. И кстати за видос еще ни одного лага не было. Сервера. Повезло, повезло, получается. Повезло. Так, выпушивает меня. Надо сливать этого хорька. Блин, я не слил его. Можно было аптеку прожать в тайминг. Но я что-то как-то не сконцентрирован был. 95 процентов. Под конец надо овердрайв оставить. Под конец овердрайв оставить. Ну и постараться законтролить этот мост. Если получится его законтролить. Я думаю, что будет супер. Сейчас мы еще одну сосульку точно здесь где-то прожмем. Тиммейты вроде как стараются захватывать точки. Сейчас, конечно, уже поджимают респ. Поджимают респик. Ай. Пожалуй, не труп, потому что мамонт овердрайв прожимал. По итогу не смог потом прожать дашку. И в итоге просто с респа на респ ушел. Ужас. 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 Лучше всегда начинают здесь брони на Круссейдере. Тут наверняка ехать. Так, ну 4 минуты до конца. Надо сжать овер. Нажать где-то овер. Сейчас как раз точку заберем. Меня скорее всего будет выпушивать. Когда будет выпушивать, будем стараться контролировать ее. Две точки у нас под контролем. Было бы неплохо захватить третью. Ну ладно, двух тоже в принципе достаточно. Если мы две будем реально контролировать. Так хорошо едет противник. Скучкуется сейчас, поймаю тайминг. А, понял. Поймал я тайминг. Хантер овер драйв мне прожал. Ладно, надо сжать быстро сосульку. Быстро сосульку надо сжать. А то сейчас я ее не успею прожать вовсе. Вовсе не успею прожать. И будет беда. Будет бедища. Давайте лучше хоть такую прожму. Хоть какую-то. Пробитие накинули мне. Ой, хорошо. Диктатор овер драйв сбрили. Харька унесли. Так, надо захватывать точку. И тогда у нас будет открываться возможность на камбэк. Нифига себе, что лагает. Фигеть. Так, хорошо. Захватили. Теперь надо контролинг. Показать жесткий контролинг точки. На Круссайдере вообще всегда старайтесь как можно быстрее прожимать свою сосульку. Она копится очень быстро. И вообще нет никакого резона сейвить этот овер. Старайтесь как можно быстрее просто выдавать. Хотя бы где-то кого-то уничтожить. Один танк уже будет вполне достаточно. Уже будет хороший результат. 38 киллов. Поначалу киллы шли, конечно, жестче. Сейчас что-то как-то уже помедленнее. Так, эту точку я оставляю своим тиммейтам. В надежде то, что они ее захватят. В надежде то, что у них получится ее захватить. Блин, у тебя друг захватывает точку. Ты уезжаешь на другую. Как ты можешь вообще уезжать на другую, когда у тебя захватывают? А? Как вы так играете, молодые люди? Ну это ужас. Ох, опять диктатора слили. Супер. Так, две минуты до конца. Да, у меня почти тысяченка. Почти тысяченочка. Если бы я здесь играл бы на киллы, а не на победу, я думаю, что можно было бы здесь намного больше набить. Прям в разы больше. Прожимаю сразу, дабы захватить точку. Надеюсь, что еще одну сосульку я успею накопить. Скорее всего так и будет. Но на киллы, если бы катал бы, здесь можно было бы от большого моста намного больше накидать. Но тогда бы мы, скорее всего, уже бы проиграли этот бой. Потому что точки мы бы не контролировали. Ради контроля точек. Ради нашей общей победы. Хотелось мне лично постараться выиграть. Еще минута есть. На камбэк. Минута на камбэк. Минута на камбэк. Наши тиммейты забирают точки. Отлично, отлично. Даже против резиста супер, бомбовый урон залетает. Накидочку по центру, по хантерочку. Так, кто меня выпушивает, сразу тоже урон. Хорошо, держим, держим на контролинге, на контролинге. Давай, 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 бойцы, давай, бойцы, давай, бойцы, 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 бойцы. Держать, держать, держать. Бэшка у нас уходит. Блин. Я свою точку на максы просто законтролил. Сделал все. Чтобы у нас были возможности выиграть эту катку. У нас остается 30 секунд до конца. Мне нельзя потерять эту точку. Нельзя, 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 нельзя. Контролим, контролим до конца. Три точки у нас будет сейчас под контролем. Две, как минимум. Вернее, одна. А что, а что там не захватили? Ай, бойцы, захватить. 20 секунд. По идее, успеваем. Если сейчас заберут, то успеваем. Главное, им не потерять. Если я сейчас эту тоже не потеряю. Ламонтове ржать будет? Нет, давай, давай, давай. Вулкан, хорошо, успел. 43-43. Точка контролируется. Ну, блин, ну это максимально я выжил. Просто максимум с этой точки я выжил. Под конец, и мы выигрываем эту катку. Это супер. Это бомбочка. Это просто бомбочка. 8 с половой еще тут. И у нас, получается, за видос я заработал около 16-17 тысяч кристаллов. По 50 килов в катке. 1200 здесь за 10 минут. При том, что мы старались на контроль точек и на победку сыграть. Блин, бомбический результат. Да не, Вулкан стал еще лучше. Вулкан стал еще лучше. Если вы говорите о том, что Вулкан занерфили. Не, друзья. Его точно занерфили. Я думаю, что нет. Я думаю, что он просто стал еще бомбически, еще лучше наносить урон. Ну, мне так лично кажется. Пишите, что вы думаете по поводу Вулкана, если на нем играли. Как он вам. Как вам увеличение критического урона. Поддерживать видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.